И современники, и тени в тиши беседуют со мной. Острее стало ощущение шагов истории самой. В 1364 году, незадолго до своей блаженной кончины, благоверный князь Андрей Константинович, из славного рода Рюриковичей, основал в Суздале обитель в честь покрова Божией Матери. Вот как об этом записано в житии преподобного Евфимия. Однажды пришел к святителю Иоанну благоверный князь Андрей Константинович и сказал «Святый Владыка, случилось мне однажды попасть в бурю, так что ладьи наши готовы были сокрушиться от множества злейших волн. И стал я просить всесильного Бога, чтобы избавил Он нас от опасности, и дал обет построить церковь во имя Пресвятые Богородицы Чеснаго и славного Ея Покрова, и основать монастырь для жития и упокоения Инокинь. И с того часа волнение реки стихло, и сделалась она совершенно покойна». «Ныне хотелось бы мне исполнить свой обет». «Его же требуешь и я не возбраняю», – ответил святый Владыка. Место для обители выбрал настоятель Спаса Ефимии у монастыря, преподобный Ефимий Суздальский. Покровский монастырь возвели на окраине Суздаля, недалеко от обителя преподобного Ефимия. Место было уединенным и пустынным. Крутые берега реки Каменки огибали его и совершенно закрывали от города. Почти сорок лет обитель пребывала под постоянным попечением и духовным руководством преподобного Ефимия. Имея такого наставника, монастырь скоро возрос духовно и стал известен своим благочестием и строгой жизнью монахинь. Около 1509 года Покровский монастырь посетил великий князь Василий Третий. Он щедро одарил обитель и повелел начать каменное строительство. К 1515 году в монастыре возвели надворатную церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и монастырскую колокольню. Строительство Каменного Покровского собора было закончено в 1518 году. К северу от Покровского собора находится Зачатьевская церковь, построенная в 1551 году на месте деревянного храма. Церковь освящена во имя Зачатия Святой Анны в память об умершей дочери Ивана Грозного Анне. В 16 веке к церкви была пристроена так называемая часозвонья – звонница, колокола которой били каждый час. Славной страницей в истории Покровской обители является пребывание в ее стенах преподобной инокине Софии, в миру великой княгини Соломонии Собуровой, первой жены Василия Третьего. Судьба преподобной Софии сложилась так, что в определенный момент ей пришлось резко изменить свой образ жизни. Великая княгиня, владычица вдруг стала скромной инокиней. Великими духовными подвигами она изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. С 16 века Покровский монастырь становится местом, где принимали монашеский постриг, подвязались и были погребены многие именитые особы. Среди его монахини-старец – дочь и племянница Ивана Третьего. Обе носили в иночестве имя Александра. Жена князя Владимира Старицкого – Евпраксия. Жена царевича Ивана – Евдокия. Одна из жен Ивана Грозного – Анна Васильчикова. 19 лет провела в монастыре и первая жена Петра I – Евдокия Лопухина. В 1597 году в Покровском монастыре по царскому повелению была сделана опись всего имущества. Из этого документа видно, что в конце 16 века в Покровском монастыре было четыре каменных храма. В 40 деревянных кельях размещались 153 насельницы. Нелегкие времена переживали обитательницы Покровского монастыря в XVII и XVIII веках. Во время Северной войны царь Петр повелел принимать в обителях раненых и больных солдат. А по указу 1723 года все монастыри должны были давать приют старым и заслуженным воинам. Игумения монастыря Ираида писала по этому поводу в Синод. По его же императорскому величеству указам из монастырского приказа в даче бывает присланным из Москвы отставным сержанту, каптенармусу, капралу, писарю, солдатам десяти человек, всего четырнадцати человекам, денег 75 рублей и хлеба 75 четвертей, отчего монахини в пище и одежде имеют великое оскудение и тают гладом, и никакой мере общества содержать их невозможно. В XIX веке монастырская жизнь во многом наладилась. Как и в давние времена, когда обитель строилась и украшалась вкладами царскими, княжескими и боярскими, так и теперь в лице православного купечества она находила своих многочисленных благодетелей. В начале XX столетия произошло величайшее событие в истории Покровской обители и древнего града Суздаля. В связи с трехсотлетием дома Романовых император Николай II с великими княжнами посетили городской Кремль и древние Суздальские монастыри. 16 мая 1913 года в святых вратах Покровского монастыря высочайших особ встречали настоятельница Игуменья Мария с насельницами. После краткого молебна в храме государь и великие княжны спустились в усыпальницу для поклонения гробницы преподобной Софии Суздальской и осмотрели другие захоронения. Трагичным оказался для монастыря, как и для всей русской православной церкви, XX век. Игуменские покои, деревянная трапезная и гостиница были разобраны, кельи продавались на вывоз или просто рубились на дрова. В 1934 году для восстановления упавшей южной части монастырской стены в ее фундамент употребили плиты из усыпальницы, причем для облегчения работ их разбивали. К началу 40-х годов состояние монастырских строений представляло собой печальное зрелище. Разоренные храмы стояли без кровли, без окон, в полном запустении. Возрождение Покровского монастыря началось в 1992 году, когда церковь отмечала 450-летие со дня представления преподобной Софии Суздальской. В тот год монастырь был передан Русской Православной Церкви, и сегодня около 40 сестер, которые собрались здесь, под Покров Царицы Небесной, неустанными трудами восстанавливают древнюю обитель. По давней традиции, день в Покровском монастыре начинается и заканчивается общим молитвенным правилом. Молитва сопровождает и все монастырские послушания, которых в обители немало. Упование на Бога и Суздальских покровителей защищает и спасает сестер от различных напастей. Весной 1994 года, после многоснежной зимы, река Каменка, на берегу которой стоит монастырь, вышла из берегов и возникла опасность затопления нижних помещений монастыря. В эти тревожные дни сестры читали Акафист преподобной Софии Суздальской. В самую опасную ночь все собрались в храм на службу, которую возглавил архиепископ Евлогий. И чудесным образом опасность миновала. Воды Каменки обошли стороной Покровскую обитель, хотя в других местах разлив реки принес много бед жителям города. Памятным событием для монастыря стало посещение Покровской обители святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II в сентябре 1995 года. «Монашеская жизнь только начинается», – сказал святейший патриарх. «И нелегко ее возрождать, нет преемства». Но в таком положении находится сегодня большинство монастырей России. К тысячелетию крещения Руси насчитывалось 19 монастырей. Сейчас их 333. В них возрождается монашеская жизнь. Начинается гармоничное сочетание молитвы и труда. «Милость из милости царя царей», – говорил святитель Игнатий Брянчанинов, когда он призовет человека к монашеской жизни. Из руин восстанавливают инокии и инокини древние храмы и монастырские стены. Однако труднее всего возродить духовный храм внутри человека, приходящего в эти святые пристани. В этом трудном деле не на свои силы надеются насельницы монастырей. Они уповают на помощь слыши, ибо только божественная благодать может просветить и исправить человека. В грядущие дни распространится обитель Пресвятой Богородицы, чеснагу и славного Ея Покрова, и будет славной во все концы земли русской. Преподобный Ефимий Суздальский Субтитры создавал DimaTorzok